Этому строению больше тысячи лет. Постройка выдержала проверку войнами и временем. Казалось бы, сейчас архитектуре древности ничего не угрожает. За храмом следят и реставрируют, чтобы передать реликвии наших предков следующим поколениям. Вот только понимают это не все. В воскресенье стены храма Тхаба-Ирды разрушили неизвестные вандалы. Украсть ничего не успели, но ущерб нанесен большой. Неизвестные действовали быстро и сразу в нескольких местах. Больше всего пострадал забор и правая стена храма. Субтитры создавал DimaTorzok Храм Тхаба-Ирды – один из самых древних памятников не только нашей республики, но и в масштабах всей страны. Только по подтвержденным данным ему около 1400 лет. Кто и самое главное зачем сделал это, еще предстоит выяснить. Сотрудники заповедника незамедлительно обратились в соответствующие органы. В данный момент действия мы предпринимаем уже написали письмо отделу жировской, отделу милиции. Также поставили в известность ФСБ Дигана. Также мы работаем сейчас в данный момент с пограничниками. Мы все силы сложим, чтобы этих злодеев наказать как положено. Не просто так, денежно, а чтобы они пошли под суд, как положено. Акт вандализма это не должно пройти. Это уже участвует у нас. Также находится акт вандализма. Это уже не первый день событий. До того, как это все произойти, было наказан человек, который ворвал камень. Сломали самое ценное несущие камни арки весом до 100 килограммов. Уникальные детали для сооружения архитектурной конструкции. Повторить работу по их созданию не могут и по сей день. Даже имея оборудование, о которых наши предки и не могли мечтать. Продолжение следует... Напомним, что не так давно указом руководителя управления культурного наследия вход на территорию храма из-за аварийного состояния и угрозы обрушения был ограничен, о чём информирует большой стенд. С начала года работниками заповедника были зафиксированы случаи неоднократного снесения оград храмов Мяцелли и Дялити. В этот раз злоумышленники добрались до Тхабаирды. Руководство заповедника уже работает над внедрением системы видеонаблюдения. Руководство заповедника уже работает над внедрением системы видеонаблюдения. Преступления вблизи архитектурных памятников становятся уже систематическими. Простые акты вандализма или спланированные акции с целью наживы. Руководство заповедника обращается к жителям и приезжим бережно относиться к культурному прошлому, чтить память предков и соблюдать правила посещения заповедной зоны, а также информировать о подобных происшествиях органы безопасности или по номеру, указанному на экране. Идрис Лежиев, Адам Далаков, Новости 24.